Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Бутагибова. И вот главные темы выпуска. Новая крыша. У дома на улице Шамиля заменили кровлю. Стихия бьет по урожаю риса. Минсерхоз Дагестана бьет тревогу. Еще один туристический объект в Дагестане. Смотрите сюжет наших корреспондентов из Акушинского района. В доме 21 по проспекту Имама Шамиля в ближайшие дни начнут восстанавливать кровлю. Об этом сообщает мэрия столицы. Отмечу, что проблему жильцов многоквартирного дома ранее освещал наш телеканал. Люди более двух месяцев фактически выживали. Во время дождей вода буквально лилась с потолков и труб. Сейчас по поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева в оперативном порядке подготовили постановление о проведении капитального ремонта крыши и передали его в фонд капремонта. Поручено ускорить ремонт, чтобы ситуация с подтоплениями не повторялась. На данный момент с места собран весь мусор после возгорания. Затянувшиеся дожди ставят под вопрос будущий урожай. Непогода привела к тому, что рисовые чеки полегли, что усложняет сбор урожая. Об этом сообщает Минсельхозпродреспублики. Состояние посевов изучили и представители власти. Делегация побывала на полях рисоводческих предприятий, расположенных на территории Кизлярского и Тарумовского районов. Мне необходимо сегодня уже немедленно запустить все сушилки, которые находятся на территории Кизлярского района. Сушилки тоже будут работать в круглосуточном резиме. Конечно, здесь необходимо констатировать факт. Мы находимся на поле. С этого поля мы ожидали урожайность 80 сантиметров. Сегодня практически здесь с этого поля можно будет собрать только 20-25 тысяч сантиметров. Потому что идет осыпание риса, потом здесь уже, где в волках скошение, он находится тоже, уже снизу он начинает тоже портиться. Правительство республики разрабатывает план мероприятий по выходу из ситуации. Министерство сельского хозяйства просит оказать господдержку пострадавшим аграриям. За 9 месяцев текущего года Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора провело 92 проверки в сфере семеноводства. В ходе инспектирования в Левашинском, Хунзахском, Тарумовском районах было выявлено 48 правонарушений. Нарушители привлечены к административной ответственности. Также управление организовало рейдовые проверки на рынках республики. По словам специалистов, одним из самых частых нарушений является высев семян без определения их сортовых и пассивных качеств. Об этом свидетельствует отсутствие документов, подтверждающих качество семян. Управление напоминает о необходимости соблюдения законодательства Российской Федерации в области семеноводства. Еще один туристический объект в Дагестане. Инициаторы проекта «Мугинское подворье». Семья Курбановых всегда рады гостям. В Акушинском районе побывала наша съемочная группа. Смотрим сюжет. Я видела, как мои старики, моя бабушка, моя мама, родители, как трепетно относились к этим вещам. Уже второй год комплекс «Мугинское подворье» принимает туристов. Все началось в музее, где собраны различные предметы старины. Экскурсовод «Муслимат» говорит, что сначала в планах было создать культурный объект, рассказывающий местным школьникам о жизни предков. Но по ходу дела появились и другие перспективы. Это была самая основная наша идея. Мы с этого как раз и начали. О туристах у нас не было и мысли, что это, кроме как нашим сельчанам, будет кому-то еще интересно. И чтобы у подрастающих поколений наших мугинцев было понятие о том, откуда они родом. Семья Курбановых сами спроектировали туристический комплекс. Особенно гостям нравится стилизованная под старину башня в четыре этажа. Но со временем появилась необходимость достроить еще несколько этажей. В Мугии сохранилась средневековая и сторожевая башня. Когда мы начинали, мы, в общем-то, не думали о такой высокой башне. Но как-то так пошло, что было интересно и людям подниматься, смотреть окрестности с этой высоты. И вот так вот построили сейчас у нас семь этажей. Количество туристов с каждым годом растет, а этнокомплексов, где они могли бы остановиться в Акушинском районе, практически нет. Курбановы пытаются завершить проект собственными силами, но без помощи республиканских властей им будет трудно. По словам главы села, соответствующие документы они уже подготовили. До этого не было возможности просить помощи, потому что у нас не были разработаны проектно-смертные документации. Вот буквально на той неделе мы разработали проектно-смертную документацию и подали в различные министерства. Рабочие места – это в первую очередь, это налоги, это если в целом взять для района туристический поток, как вы знаете, в этом году был большой, остановиться им практически негде. Сейчас на территории подворья идет строительство гостевых домов. Если проект удастся завершить, то этот этнокомплекс может стать туристическим центром всего Акушинского района. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Акушинский район. Дагестан не стало на троих заслуженных мастеров спорта больше. Высшие почетные звания присвоили медалистам Параолимпийских игр. Соответствующий приказ Минспорта опубликован на сайте ведомства. Напомним, что в Токио золотую медаль с новым мировым рекордом завоевал легкоатлет Муса Таймазов. Ученик Альберто Рзаева выступал в соревнованиях по метанию клаба. Также в столице Японии бронзовые награды выиграли тхэквандист Зайнудин Атаев и дзюдоист Даниил Сидоров. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч.